Тревожная кнопка нажата. В эфире ОНТ еженедельный итоговый выпуск криминальных новостей и резонансных происшествий. В студии Марина Мороз. Здравствуйте и сегодня покажем. Как простить мать за детские обиды? Эксклюзивные откровения сразу после совершения преступления. Сколько ты ударов нанес? Тридцать. Жизненно важный на вороне штаба крови, что ли? Зачем наш спецкор Валерия Балобина пыталась угнать машину, совершила мелкое хищение в магазине и даже стала жертвой нападения? Новый репортаж из цикла «Тайны профессии». Картина масла. Расскажем и про отчима педофила, и про сливную бригаду. 15 тонн топлива утекло в их карманы. И про то, как нельзя пройти мимо, когда не только человек оказывается в беде. Мы начинаем. Партнер программы – Мозырьский нефтеперерабатывающий завод. 59 ударов ножом. И нет, это не маньяк и не история о бандитских разборках. Это трагедия одной белорусской семьи. Сын пришел в гости к матери. Разгорелся конфликт. А дальше, с его слов, он просто потеряет контроль. Настолько, что для убийства женщины, которая его родила, понадобится сразу три, а может четыре ножа. Эксклюзивные откровения сразу после совершения преступления. Только в тревожной кнопке. Что у тебя сегодня произошло по месту жительства, расскажи. Утром произошло убийство. Он говорит буднично и почти без эмоций. Еще несколько часов назад в его руках был нож, и он напал на родную мать. Чем ты ее убил? Примерно алюминиевыми ножами. Сколько ты ударов на нее собрались? Что ж? 30. Одним один согнулся, потом другим, потом еще другим. Так что-то 4-3, он где-то так напал. Чуть позже эксперты насчитают почти 60 ножевых на теле женщины. Все в области груди и шеи. Жизнь на важный орган, что она, чтобы кровь вышла. Я видел, что она не умирает. Я знал, что если она выживет, то она меня загнобит. Ей 56, сыну 28. Для соседей обычная семья, на двоих небольшая двушка. За 15 лет жизни стенка в стенку не то что крика, ни одного разговора на повышенных тонах. Ну такая женщина была от души. Я вам хочу сказать, спокойно. У нее никакой ссоры не было, ничего. Ну мало что там с сынами. Ну я ничего не слыхала. А когда, а то ты пришли, убили. У меня аж шорох был. Соседский мальчишка рос на ее глазах, а теперь пришлось хоронить его мать. На площадке до сих пор стоит велосипед хозяйки. Она ездила на нем в деревню. Навещать свою 80-летнюю маму. Ну как можно, это же мать святая, как говорят, с матерью так. Она работала уборщицей, но ссоры семьи не выносила. На первом же допросе подозреваемый признается. Конфликты были и раньше. Но тогда на защиту матери всегда вставал старший брат. В этот раз не успел. Тихая, всегда спокойная такая женщина. А сын? Ну, говорили, что такой был, такой-то неунавешанный. На допросах же он скажет обратное. Слишком сильным было материнское давление, мол, его психика не выдержала. Орудие убийства он выбросит на крышу дома. Там и обнаружат ножи-оперативники. Сам уйдет на реку, остыть и окончательно ее простить. Во-первых, за психологические травмы, которые у меня носили в детстве, я это все прошел. Но за то, что у меня крыша ехала, она меня ненавидела. 28-летний мужчина зашел в дом к матери, где между ними возник небольшой спор. После чего, как рассказал подозреваемый, он уже не контролировал свои действия. После совершения убийства он забрал с собой несколько ножей, которыми убивал мать, и ушел в город. 17 июля у него день рождения, но встретит он его за решеткой, как и все свои будущие юбилеи, если они состоятся. За убийство с особой жестокостью ему грозит 25 лет лишения свободы, пожизненный срок или исключительная мера наказания. Почти 80% всех преступлений совершается на пьяную голову. Не поделили бутылку, женщину, подрались, украли. Сценариев много, но такие, где фигурирует жестокая расправа без присутствия алкоголя, редкость. На прошедшие криминальные недели не только сын поквитается с матерью за свои детские обиды, но и гражданский муж схватится за нож. В милицию поступит звонок от медиков. Они расскажут, что к ним позвонил мужчина и сообщил о совершенном убийстве своей сожительнице в лесу. Оперативники немедленно прибудут на место и выяснят, мужчина-сожительница и за день до трагедии пойдут в лес собирать грибы. Семейная идиллия, лесная романтика. Какие уж тут конфликты. На следующее утро они отправятся на автовокзал. Женщина решит уехать в Сморгонь. Как вдруг по дороге между ними вспыхнет. Ссора из-за личных неприязненных отношений. Возможно на фоне ревности. Десять ножевых в сердце. На трезвую голову. Оба были закодированы от алкоголя. Считаны минуты осознания и он наберет 103. Нигде не работающий, ранее судимый за насильственное преступление, житель города Сморгонь, 1976 года рождения, был задержан в лесной местности, 25 километров от города Сморгонь, возле хутора. Вину отрицать не станет. Наоборот, исключительное содействие следствию, что, конечно же, не исключает ответственности. Мужчина арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Убийство, совершенное с особой жестокостью, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 25 лет, либо пожизненное заключение, либо смертная казнь. Еще один мужчина задержан в Светлогорске. Не за убийство фактическое, но за убийство детства и сломанную жизнь маленькой девочки. Педофил жил с ней под одной крышей. В милицию образился мужчина, заявившую, что к 8-летней дочери его знакомые домогаются очень. В ходе проведенных мероприятий информация подтвердилась. Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней. Подозреваемый задержан. На данный момент известно уже о нескольких фактах преступных деяний в отношении падчерицы. Сейчас с малышкой работают психологи. Ее мать о происходящем ничего не знала. Преступление против половой свободы несовершеннолетних – тема чрезвычайно острая и болезненная. За первых 4 месяца только этого года выявлено почти 400 таких преступлений. Для сравнения, 10 лет назад подобных фактов за год фиксировалось максимум 40. Именно поэтому МВД продолжает целенаправленную работу по предотвращению, упреждению и недопущению рецидива в преступлении против половой неприкосновенности. А сейчас к другим преступлениям. В Брестской области 15 работников одного из предприятий обвиняются в похищении 15 тонн горючего. Работала сливная бригада на протяжении нескольких месяцев. Уверенные в собственной безнаказанности, они даже сконструировали подземную трубопроводную систему, по которой и перегоняли топливо со складом. В распоряжении нашей программы оказались кадры с места преступления. Внимание на экран. Что здесь находится? Почему вы здесь и не остановились? Ну, в заводке лежит шланг и насос. Хорошо, подключали сюда этот шланг. Дальше какие ваши вещи? Ну, вот открывали кран. Все, я насос уже, наверное, там качал. Оно могло и без насоса долго бежать. Не вышло, правда, сбежать от ответственности всей сливной бригаде. 15 человек, все работники одного предприятия воровали дизель, не считая ни чужие литры, ни деньги. 50-летний мастер предприятия, являясь должностным лицом, создал и возглавил организованную группу из числа подчиненных работников. Схема хищения заключалась в сливе излишков дизельного топлива из резервуаров хранения, после чего горючую жидкость перекачивали за территорию склада по подземной трубопроводной системе, которая специально для этих целей была сконструирована работниками предприятия. После того, как автомобиль был загружен, куда он следовал? На стоянку ехал. Куда вы впоследствии похищены топливом? Я ходил домой. Ехал домой в гараж. Похищеное топливо продавали через знакомых. Сумма ущерба более 28 тысяч рублей. И обвиняемые уже возместили его в полном объеме. Наложен арест на их имущество, в том числе изъятых автомобилей, на которых перевозилась похищенная. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд. Тревожная кнопка снова в эфире ОНТ. Главные криминальные новости, самые показательные и чрезвычайные происшествия. Ежедневно рассказываем хронику в официальном телеграм-канале нашей программы. Эфирные обзоры в утренних выпусках по вторникам и четвергам. И итоги подводим по пятницам. Партнер программы – Мозырьский нефтеперерабатывающий завод. От совершенства технологии к качеству продукции. И мы продолжаем цикл специальных репортажей тайной профессии. На этот раз наш спецкор Валерия Балобина попыталась угнать машину, совершила мелкое хищение в магазине и даже стала жертвой нападения. Ради чего? Показать работу оперативников уголовного розыска. Сколько лет стоят они на страже закона? Какие истории хранит их личный архив? И почему расследования могут длиться годами? Картина маслом. Любил говорить знаменитый телевизионный опер «Угро Готтман» или «Как угоняют ваши машины и воруют из них?» Предусмотрительный водитель всегда оставит дубликат ключа внутри. Ищем, заводим, уезжаем. Элементарно, но что делать, если с запасным ключом не повезло, и как потом ищут тех, кто падок на чужое? Раскроют ли нам сегодня свои тайны опера? Если догонят нас, конечно. «Угро» работает сразу по нескольким линиям. Тяжкие и особо тяжкие квартирные авто, кражи, хищения, угоны, кражи, грабежи, разбои. О последних направлениях как раз сегодня подробнее. Угоны автомобилей не 90-е, конечно, но и сейчас не редкость. За пять месяцев только этого года и только в столице угнано уже 90 машин. Появился новый вид – угон каршеринговых машин. Когда человек, используя либо подложный аккаунт, либо покупая этот подложный аккаунт где-то через интернет, пользуется каршеринговым автомобилем. Поэтому вот у нас в этом году 63 таких угонов. Разбираемся, в чем же отличие угона от автокражи. Угон, когда ваша цель – просто покататься на чужой машине. Особенно, если хозяева автомобилей еще и помогают вам в этом. Самый элементарный пример. Женщина, пожилая, в возрасте, подумала, что закрыла свой автомобиль, а он по техническим причинам не закрылся. Дубликат в бардачке и пронырливый прохожий рядом. Увидел незапертый автомобиль. Изначально хотел похитить оттуда какое-нибудь ценное имущество. Но так как искал это имущество и наткнулся на ключи, решил угнать сам автомобиль. Завел, покатался по двору и уткнулся в шлагбаум. Машину бросил и ушел. Это квалифицируется его действие как угон. При увлечении к уголу на ответственность по ст. 214, часть 1, до 3 лет лишения свободы. А вот кража машины – это когда целью становится в первую очередь получение выгоды от украденного. Есть такие вот умельцы, которые, соответственно, прикидываются хозяевами этих транспортных средств. С помощью эвакуатора, либо другого автомобиля и троса совершают его освещение в целях дальнейшей перепродажи на запчасти. Либо сдача в металлолом. В этом году у нас была совершена серия хищений мотоциклов на территории Фрунинского района. Один из мотоциклов был в технически неисправном состоянии. Изначально мы не понимали, как его могли похитить. То есть его могли похитить только путем погрузки. Когда мы установили подозреваемого, выяснилось, что данный мотоцикл он похитил с помощью своего автомобиля. Чаще всего воровской автотоп попадают машины 80-х, 90-х. На ходу или нет, неважно. Важно для преступника продумать преступления до мелочей. На протяжении 17-18 года совершена серия на территории города Минска. Было похищено порядка 12 автомобилей марки Тойота. Мы долго не могли установить подозреваемого. Занимались, наверное, разработкой его установления порядка практически года. Потому что работал с подельником, который шухерило кругу, то есть отслеживал ситуацию вокруг. Максимальная конспирация – общение строго по рациям. Для хищения такого рода автомобилей у подозреваемого было оборудование специальное для проникновения в машину и его заводки. В дальнейшем автомобиль отправлялся в заранее подготовленный отстойник, где он ставился определенное количество времени. На него вешались или подготавливались другие регистрационные знаки, регистрационные номера. И он перегонялся на территорию России или Казахстана. Итог такого автоприключения – 6 лет тюрьмы. Нашли обоих. Но только ли машины целиком становятся целью злого умысла? Две недели назад серия хищений зеркальных элементов от автомобилей BMW на камерах увидели, что хищение совершает взрослый мужчина вместе с ребенком. Порядка 10-12 лет. Установили этого человека. Оказалось, что это сын с папой. У папы тяжелая жизненная ситуация. Умерла жена, больная мать, утяжелял ситуацию и алкоголь. Совершил хищение этих зеркал. Соответственно, когда проспался на утром, сын ему пришел и сказал, папа, что мы будем делать с этими зеркалами? А он говорит, с какими зеркалами? Говорит, ну вот с этими, то что у нас в рюкзаке. Папа понял, так как был ранее судимый за данные хищения еще в 2015 году, понял, к чему это может привести. Пошел в озеро и все это выкинул. Потом отделал резиновые сапоги и из палки доставал эти зеркала. Потому что понимал, что зачем ему угасить ущерб из собственного кармана, что-то не потерпевший, просто попробовать достать то, что он повыкидывает. Задача со звездочкой. И дело бы уголовное возбудить, и ребенка почти сиротой не оставить. И таких историй у оперов не на один архив наберется. Чем сложнее, тем интереснее. Кража, угоны, разбой – лишь малая часть их работы. Оперативное видео, дозорные камеры, камеры видеонаблюдения им в помощь. Но что делать, если преступление слепое? Опросы, свидетельские показания криминалисты отрабатывают по старинке каждую версию ногами. Потому что 50% всех преступлений, попадающих в руки оперов уголовного розыска – это кражи, что воруют. Девушка, здравствуйте. Пройдемте со мной. Может, не надо. Может, договоримся. Шоколадка за пазухой – мелкое хищение. В чем отличие от грабежа? Мелкие хищники, которые приходят в магазин и пытаются совершить хищение пачки кофе. Подавцы либо охраны их пытаются задержать на месте совершения преступления. И вы, соответственно, убегают с этим хищенным товаром. Данная ситуация квалифицируется как грабеж. Если бы он совершил тайное хищение, какой-то чашки пачки кофе, то, соответственно, мелкое хищение, административный протокол. Больше идет краж забытого оставленного имущества. Человек забыл сумку в ячейке, в магазине, забыл телефон на столе в баре. Многие люди почему-то это воспринимают, что он нашел найденное имущество. Но найти можно бесхозную и брошенную вещь. Осознание приходит уже после того, как их будет, да, протрезвеет, когда они уже находятся в РУВД. И, как правило, преступление совершается в вечернее и ночное время. Состояние алкогольное пение. Когда на утро вы уже подымаешь их, и поднимаешься, начинаешь беседовать, то процентов, наверное, я даже не ошибусь, и 80-е, а то и больше говорят, блин, зачем я это сделал, зачем я дурак это сотворил, и начинает себя винить. Шутки с мелким воровством или невинными, в кавычках, кражами заканчиваются там, где начинается нешуточное разбойное нападение. Один ребенок оставался дома, а второй пошел на тренировку. И в момент, когда находящийся дома ребенок увидел, что сестра возвращается до дома, открыл просто входную дверь. И уже вместе с ней преступник зашел, соответственно, в квартиру. Там уже начал угрожать детям, закрыл их ванной, осмотрел всю квартиру, но денег не нашел. Смогли выйти на след предполагаемого преступника, это и оказался их родной дядя. Он был в маске, балаклава, который тут разрез глаз, и все в принципе. Дали ему около 8-9 лет лишения свободы за данный поступок. Поиск, раскрытие, задержание тюрьма методично, технично, чаще по горячим следам, иногда годами. Они, без лишники, ношные романтики, раскрывают одно преступление за одним. Работа такая. В белорусский уголовный розыск существует более 100 лет. Тысячи раскрытых преступлений, сотни и сотни задержанных бандитов. Торжественную оду оперы мы можем петь бесконечно долго, но цифры прозвучат громче. За годы профессиональной службы угроб преступность в Беларуси уменьшилась на 70%. Результат внушительный, но не конечный. Потому что там, где есть преступление, всегда на страже будут стоять опера. О чем не успела договорить наш спецкор Валерия Балобина, узнаем уже совсем скоро в одном из наших следующих выпусков. Тяжкие и особо тяжкие, в чем разница? Допросы в подвалах, криминальный ли это миф и святая святых, место только что совершенного убийства. Не пропустите 22 июля в 17.30 только на ВНТ. И помощь, которая всегда рядом. От спасения утопающих до спасения братьев наших меньших. История о тех, кто не проходит мимо чужой беды. Истории, достойные отдельной рубрики нашей программы «Герой недели». Помогите! И этот пронзительный крик о помощи услышит пара на берегу. Ребята приехали на отдых. Моя девушка начала кричать, что тонет ребенок. В воде двое детей. Без присмотра ушли купаться. А потом и под воду ушли. Артем! Артем! Дитя Тони! Молодой человек, не раздумывая, бросится в воду. Прыгнул за ними. В чем был одет, в том и прыгнул. То есть сразу двоих хватанул, одного прям брал вот так, за кожу. И все, и начал вытаскивать. То есть дна я не чувствовал. Родились в рубашке, скажут потом очевидцы. И героем родился. Добавят про парня, который вытащил малышей из воды. К счастью, помощь медиков никому из них не понадобилась. Три часа сидит на улице и это... Сейчас поможем. А в хуйниках помощь понадобилась 76-летней пенсионерке. Женщина сидела возле подъезда своего дома в инвалидной коляске. Утром ее выпишут из районной больницы. Только вот после перенесенного заболевания самостоятельно женщина передвигаться никак не могла. Квартира на третьем этаже. Добраться самой туда невозможно. У проходивших мимо людей, к сожалению, желания помочь бабушке не возникло. Помогли милиционеры. Я вас держу, не переживайте. Не бойтесь. Пролезет, нет? Пролезет, пролезет. Вы уже тут дальше сами трогали. Да, спасибо вам большое. Все, дай бог здоровья вам. До свидания. Спасают не только людей, но и животных. В гомеле в большой трубе застрял маленький котенок. Бойцы МЧС вытащили пушистого потерпевшего. Не пострадал без травм. Помощь медиков ему также не потребовалась. Отпущен на все четыре стороны с напутствием. Смотреть под лапы и по сторонам. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Сразу после эфира «Тревожная кнопка» будет доступна на официальном YouTube-канале. Ежедневно о чрезвычайных происшествиях мы рассказываем в нашем Telegram-канале. Итоги подводим по пятницам на ОНТ. Оставайтесь зрителями, а не участниками нашей программы. Будьте бдительны и берегите себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин